Друзья орхолюбы, здравствуйте! Только вот недавно завершила небольшую орхореорганизацию, раздарив определенную часть своих орхидей, чтобы обеспечить хотя бы какие-то более-менее сносные жилищные условия на подоконниках оставшимся растениям. И могу сказать, что, вероятно, недолго мои орхидеи будут ликовать по поводу внезапно обретенного расширения жилплощади, потому что на место орховасиленцев уже спешат новые, давно желанные сорта. Вот ими-то я и буду сейчас хвастаться. Первая моя орхидейная новинка прибыла вот в такой малюсенькой посылочке из Московской области. Те, кто смотрел мое видео о получении подростков сортовых орхидей от Поморкетс, знают, что я с трепетом ожидала прибытия одной орхидеи, которая должна была быть выслана мне продавцом взамен той малявочки во размере 1,7, которой не удалось достичь мне в добром здравии. Кто не знаком с историей той посылки, можете посмотреть ее, перейдя по подсказке или воспользоваться ссылкой внизу видео. К слову сказать, спасти ту крошку мне так и не удалось, увы. Поэтому вы понимаете, какие надежды я возлагала на эту вот посылку. Шла она столько же, сколько и первая 5 дней. И несмотря на то, что здесь всего одно растение, точнее даже растенница, коробка для нее уже выбрана более просторная. И я горячо надеюсь, что в таком комфорте моя орхидейная принцесса добралась благополучно. Прибытие орхидеи по почте всегда лично мне напоминает игру поле чудес, когда выпадает в сектор приз и игроку выносит загадочный черный ящик. Содержимое его может сулить как осуществление мечты, в нашем случае орхидейной, так и неприятный сюрприз. Но каждый раз, разворачивая слои упаковочной бумаги, мы, разумеется, надеемся на самое-самое лучшее. Вот и я, откидывая один за другим газетные покрова, трепещу от мысли, что моя попытка номер 3, обрести красавицу орхидею, наконец-то будет счастливой. Анализируя прошлую доставку, мы пришли к выводу, что вероятной причиной гибели орхидеи стало не столько слабости возраста самого растения, сколько довольно стесненные условия ее пересылки. Здесь же, судя по упаковке, с орхидеей все должно быть в порядке. Ну вот, так оно и есть. Ну какая же она все-таки хорошенькая! Спасибо огромное продавцу, орхидейка точно такая же, как и на фото, которое мне было предоставлено перед отправкой. Да, и это она, одна из моих орхидейных мечт, фаленопсис принцесса Каюлани. Прекраснейшая, сияющая радужными красками орхидея. И на этот раз, что приводит меня в полнейший восторг, это не какая-то орхидейная мелюзга в размере 1,7, а вполне себе симпатичный орхотинейджер в горшочке 2,5. Салатовые листочки радуют своим количеством. Три пары отливают атласным блеском. И пусть они и не гигантского размаха, но вполне симпатичного размера. Люблю такую светло-салатового вкусного цвета листву у фаленопсисов. Тут немного видны следы длительного путешествия, но это совершенные пустяки. Корешков не густо, но и не пусто. Ничего, посидит у меня в этом стаканчике, отпоится, смотрится и начнет потихонечку обживать горшочек, оплетая его сеточкой корней с весело зеленеющими кончиками. Только вот мох сверху черный и зеленый от водорослей, еще бог знает от чего, мне совсем не нравится. Придется потихонечку пинцетом его вытащить и укрыть корни сверху свеженьким. Благо, запасы еще есть. Вот такой красавец, точнее красотка, ее орхидейное высочество, принцесса Каюлани, моя попытка номер три, осчастливила теперь своим присутствием мою орхоколлекцию. Не могла не рассказать вам о своей радости и по поводу обретения такого потрясающего орхоэкземпляра и от того, что существуют таки добросовестные продавцы, которые стараются найти выход даже из неблагоприятной ситуации и подарить клиентам желанную мечту. А теперь представляю вам и вторую свою новинку. Ей уже не пришлось преодолевать все трудности длительного пути в картонном ящике кареты, кутусь в многочисленной бумажной одежды. И эту орхидею я доставила лично, прихватив с одного из стеллажей Леруа Мерлен, пока супруг совершал более практичные хозяйственные покупки. Я прекрасно понимаю, что ваши восхищенные вздохи она вряд ли вызовет, ибо это, как говорит Юля с канала Улиточка Оркиц, самый настоящий гибрид-гибридович, то есть обычный продукт голландской селекции. Но для меня эта орхидея неотразима. Я уже второй год нахожусь в ее активном поиске и вот наконец-то повезло. Она словно ждала меня среди моря орхидейного микса. В особом представлении она не нуждается, поскольку мало найдется урхолюбителей, кому неизвестно ее торговое название – Клеопатра. По мне, более удачного названия трудно подобрать. Бытует мнение, что царица Египта обладала почти магическим даром пленять своей женственной красотой, и эта орхидейная красавица точно так же неизменно притягивает к себе восхищенные взоры. Красивой формой цветы достигают 9 сантиметров в диаметре и имеют неповторимый окрас. По фону цвета шардоне причудливым образом расположились пятна темной мадженты, образуя на каждом цветке уникальный, словно отпечаток пальца узор. Тут тебе и штрихи, и полоски, и россыпь точек, причем петалии покрыты более насыщенным рисунком, чтобы игра контраста была увлекательнее. Изящной формы губа – это, пожалуй, самый яркий цветовой акцент. Она буквально горит рубиновым, подобно драгоценному камню, сияющему в головном уборе царице Египта. Секрет моей любви к этому фаленопсису кроется не только в красоте. Данная орхидея, невзирая на свое царственное название, неутомимая труженица в плане цветения. Дарить цветы Клеопатра – большая охотница, и цветение ее отличается огромной продолжительностью. И эта орхидея на все сто процентов обыгрывает свое торговое название. Она буквально создана, чтобы сиять всеми оттенками лимонно-лаймового, пламенетирским пурпуром и услаждать наш взор своей цветущей красотой. Вот такие у меня великолепные царственные орхоособы отныне в коллекции. Прелестнейшая принцесса Каюлани и блистательная орхидейная царица Клеопатра. И вот что-то мне подсказывает, что эти новинки отнюдь не последние. А поэтому до новых орхидейных встреч, Ваша Алина.